МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автомобиль Hyundai шел покрасено в сторону улицы Мусоргского. Молодая женщина, находившаяся за рулем Hyundai, говорит, что не заметила карету скорой. Произошло столкновение. От удара медицинский форт перевернулся. Пострадала водитель иномарки перелом руки. И пассажир скорой подозрения на перелом ребер. Это не первая авария с участием спешащих на вызов автомобилей скорой медицинской помощи. Уважаемые автомобилисты, мы все живем в непростых условиях пандемии. Тревожные сигналы неотложки стали неотъемлемым атрибутом наших дней. Будьте внимательны, вежливы и терпеливы. Выезжая на перекресток, убедитесь в своей безопасности и безопасности других людей. Федеральной службой безопасности Российской Федерации с участием сотрудников УФСБ России по Тверской области во взаимодействии с МВД России, Следственным комитетом Российской Федерации и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 72 жителей 28 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. В городах Москва и Санкт-Петербург, республиках Башкетастан, Дагестан, Карелия, Крым, Молдовия, Северная Осетия, Алания и Хакасия, в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Амурской, Архангельской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Ростовской, Иркутской, Курской, Тверской, Смоленской и Еврейской автономной областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъяты 251 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Авиационный пулемет «ШКАС» — 3 пулемета, 26 автоматов, 24 пистолета-пулемета, 130 пистолетов и револьверов, 67 винтовок и карабинов, а также 80 килограмм взрывчатых веществ, порох тротил, 21 артиллерийский боеприпас, 9 ручных гранат, более 25 тысяч патронов различного калибра, 46 приспособлений для бесшумной стрельбы. Прекрещена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается. Накануне в патрульной службе мы говорили о том, что реальный срок лишения свободы более трех лет получил 32-летний житель города Кимры, признанный виновным в незаконном изготовлении и хранении оружия.